АПЛОДИСМЕНТЫ Спустя долгий перерыв наша программа вновь эфире. Это 11 на 11. Меня зовут Александр Рачинский. И что хочется сказать по этому поводу. Начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ 8 марта стартовала Казахстанская Премьер Лига. И сейчас подробнее о результатах. Шимкенский Ордобасы дома принимал столичную Астану. Матч закончился победой шимкенцев 3-0. Иртыш дома переиграл Акжаик со счетом 2-1. Кайсар принимал Акжитпес. Победа Казалардинцев 1-0. Тарас разошелся миром с карагандинским шахтером 0-0. Кайрат дома обыграл минимально Актобе 1-0. Костанайский Табол ярко стартовал в чемпионате, крупно обыграв в первом туре Атырау. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В первом туре подопечным Тетрадзе противостояла дружина из Атырау. Гости были настроены решительно. Джокич вполне мог открыть счет со штрафного, но мяч пролетел рядом со штангой. На 14-й минуте матча Григорий Сартаков проходит по левому флангу, подает штрафную и Алексей Щеткин ударом головой забивает не только первый гол табола в сезоне, но и во всем чемпионате 2017. Давно не играл. Пропустил почти полгода. Быстрее хотелось вернуться на поле. Рад, что победили, что команда выиграла. Табол продолжает атаковать и создает несколько опасных моментов у ворот Посеченко. С подачи Тагабергена Савич бьет по воротам. Мяч после рикошета проходит в сантиметрах от перекладины. Затем Шимкович делает прострел вдоль ворота Атырау, но Щеткину и Деспотовичу не удается его замкнуть. После подачи углового Щеткин, выиграв верховую борьбу, бьет по воротам, но Мирам Сапанов выносит мяч с ленточки. В начале второго тайма Атырау пытается забить быстрый гол и переломить ход матча, но Непогодов справляется с ударом Виталия Али с близкого расстояния. На 56-й минуте Деспотович в своей передаче оставляет неудел всю защиту Атырау и выводит Щеткина на рандеву с Посеченко. 2-0. Задача побеждать, помогать команде побеждать. У нас много квалифицированных нападающих. Сегодня я забил, следующую группу кто-то еще забьет. Главное выигрывать. Несколько минут спустя Шимкович отыгрывается в стенку с Мухуддиновым, простреливает вдоль ворот и Щеткин оформляет хэт-трик, ставя таким образом точку в матче. Все на табло, ожидания такие же, только позитив, только вперед. Команда хорошая, тренер, я считаю, очень грамотный. Эмоции переполняю. Ну, пора, пора уже на те места вставать, на которые мы были. Четыре дня спустя во втором туре кустанайцы принимали своего принципиального соперника футбольный клуб Актубе. Никто не хотел уступать в этом матче, поэтому обилие голевых моментов, а тем более голов, зрители так и не увидели. В первых же минут соперники взяли высокий темп и успели обменяться ударами по воротам. К десятой минуте Диспотович, сыграя чуть поточнее, мог открыть счет с подачи Сартакова. Затем и сам защитник кустанайской команды попробовал ударить низом после паса от Мирошниченко. Мяч прошел мимо ворот. В середине первого тайма гости исполняют стандарты сериями, хотя и безрезультатно. Защита Табола и голкипер прерывают подачи Касьяну. К концу первого тайма темп игры спадает и соперники увязают в ожесточенной борьбе, длительное время играя без ворот. Защитники Актубе играют очень уверенно. Среди них выделяются Папа Гуе и Равкат Аслан. Конечно, я три года здесь отыграл и чуть по ошибке чуть не зашел в нашу раздевалку, в вашу получается. Нет, это очень приятно, просто играть против Табола. Теплые воспоминания у меня. Если в первом тайме гости отдали мяч Таболу и работали в большей степени на защиту, то во втором стараются подольше держать мяч и играют в более открытый футбол. Табол, в свою очередь, тоже прибавляет. На 54-й минуте Деспотович играет на Шимковича, Томаш простреливает вдоль ворот, но Щеткин не успевает замкнуть передачу, упуская шанс открыть счет. Он же близок к взятию ворот и в следующем эпизоде. После розыгрыша углового Алексей спиной к воротам пытался перебросить мяч через вратаря. Мимо. Несколько минут спустя-то Гиберген чуть не забивает с отскока от вратаря. Оторбаев спасает свою команду. Последние 10 минут встречи Табол сумел полностью придвинуть Актубе к воротам. Кустанайцы создают навал у ворот гостей, но на Табло так и остается. 0-0. Нелегко играть. Еще в такой погоде, я еще раз повторяю. Поэтому я думаю 0-0 нормальный результат. Сейчас надо спокойно продолжать работать и не паниковать. Сейчас два тура сыграл и ничего пока. Все спокойно. Несмотря на то, что составы Табола и Актубе заметно обновились, матч все же имел для обеих команд принципиальное значение. Обе команды не дали поразить свои ворота, а Дмитрий Непогодов отстоял второй матч на ноль. На послематчевой пресс-конференции оба тренера сошлись на том, что счет был по игре. Горьба сегодня была хорошая и еще раз повторюсь, ребята сегодня отдались полностью 100%. Так что ничейный счет, я думаю, закономерный. Я хочу отметить игру Табола в целом команды. Ребята внутренне дисциплинированные, очень организованно, дисциплинированно сыграли в обороне. Мы не наиграли на победу. Я думаю, что ничейный результат закономерный сегодня. Без натяжки можно назвать второй тур матчем равных соперников. Почти во всех играх зафиксирована ничья. В Павлодаре на матч Ирты Шастана, который был достоин звания матч-тура, любителям голов можно было приходить только на первый тайм, поскольку результат был сделан именно в первые 45 минут. Ценители футбола наверняка получили удовлетворение от игры в целом. Она была напряженной до самого конца. Что же до голов их два? На точный удар астанинца Сережана Мужикова хозяева ответили взятием ворот в исполнении украинского защитника Евгения Ткачука 1-1. Действующий чемпион Астана после ничьи в Павлодаре пока обитает в подвале турнирной таблицы, бок о бок с героем следующего тура Атырау, который был в миллиметре от того, чтобы свой минусовой счет очкам уменьшить. В Шимкенте гости из Атырау были близки к победе, но недотерпели всего несколько минут. Хозяева благодаря Мордану Тулебеку забили ответный гол и счет сравняли в добавленное время. Мордану слава и почет всего Шимкента обеспечена. Благодаря его усилиям южане идут вторыми в таблице. Кайрат совсем не тот, стали поговаривать злые языки после матча второго тура, в котором алматинский Кайрат встречался с командой Угжит-Пес. Команда начала играть только после удаления Елдоса Ахметова и выхода на замену во втором тайме Андрея Аршавина и Акаша Элека. Игра проходила в ритме качелей, в которой опытный Владимир Муханов сумел показать, что синегорцы неплохо провели межсезонье. Кайсар одержал волевую победу над Таразом. Гол Руслана Мухамедшина на 15-й минуте нисколько не смутил козелординцев, проведших ответный мяч спустя 20 минут усилиями Владимира Аржанова. Точку в матче на 72-й минуте поставил Саидин Тибазункиза. Козелординцы возглавляют турнирную таблицу, несмотря на то, что являются намечками лиги. Посмотрим, получится ли у Кайсара продлить свою победную серию в Караганде. Тараз для первого выезда смотрелся весьма неплохо. Но самый серьезный экзамен их ожидает в следующем туре, когда к ним в гости приедет алматинский Кайрат. После проигрыша от РТШ в первом туре уральский Акжаик дома переиграл Шахтер. Уральцы собрали достаточно боеспособный коллектив, который может попортить нервы каждому. Карагандинский Шахтер пока не может найти свою игру. Впрочем, в последние годы команда шахтерской столицы Казахстана не совсем удачно действовала в выездных играх. Посмотрим, как подопечные Еременко покажут себя в первом домашнем матче следующего тура против Казалардинского Кайсара. После двух сыгранных туров турнирная таблица выглядит следующим образом. Сенсационно для всех благодаря двум победам возглавляет таблицу Кайсара, обошедший Табол и Ордобасы соответственно. Далее следует Иртыш и Кайрат. Благодаря победе над Шахтером Акжаик поднимается на шестую строчку в чемпионате. Никак в свою игру не может найти столичная Астана, занимающая для себя непривычное 11 место. И замыкает турнирную таблицу Атырау, имея в своем активе минус 8 очков. В гонке бомбардиров лидирует Алексей Щеткин из Табола, оформивший хэт-трик в первом туре. Далее расположились Мардан Толибек из Ордобасы и Изу Азука из Акжаика. У обоих по два забитых мяча. С 10 по 12 марта на стадионе Жастар состоялись матчи открытого первенства Кустаная по футболу среди юношей 2001 года рождения и младше. В данном турнире приняло участие 12 команд, представляющие Дю США Кустаная, футбольный центр Табол и команды Сминдогаринского, Амангельдинского и Корабалыкского районов. По итогам турнира первое место заняла команда футбольного центра Табол 2001 года рождения. Также были определены и различные номинации. Лучший игрок турнира Габдуалиев Жасла на Мангельдинский район, лучший нападающий Сонников Никита Дю США город Кустанай, лучший защитник Дубровин Даниил, футбольный центр Табол 2002 и лучший вратарь Ковалев Алексей Дю США Кустанай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok